Всем привет на моем канале и я сегодня решила сделать видео опять благодаря моим подписчицам дорогим любимым наводят меня на темы. Очень многие меня спрашивают, как я выживала после развода, вообще как это все и у меня происходило и как я живая до сих пор или просто как я самостоятельно потом жила. Но у меня вообще случаи жесткие. Я развелась, ну в каком финансовом плане жесткие, потому что я жила с мужем со своим первым 15 лет и даже 16. Я ни одного дня не работала, мы жили в достатке, не сразу. Наша семья строилась естественным путем и, будем так говорить, последние, наверное, где-то лет 10 из 16 мы жили довольно таки неплохо в финансовом плане. Вот, была у нас квартира, была у нас машина, гараж, были, там на то время говорили евроремонт, я могла позволить с детьми ездить в санаторий, мы с мужем могли позволить себе ездить, куда мы хотим и отдыхать. Вот, ни в чем себе не отказывали, при этом, конечно, мы себе в чем-то отказывали. Наверное, просто это что-то такое чересчур было, если дорогое. Ну, давайте вернемся к тому, как выживала. С первым разводом у меня было решение мое развестись, я не буду уже внедряться в такие, вникать в подробности, я когда соберусь мыслями и придет время, я расскажу, как это вообще было. Но причина у меня была, вот я почувствовала, что вот все, ну вот отношения вот просто вот свое уже и жили. Я не видела как-то будущего, к этому, конечно, это не в один день было, к этому как-то, наверное, все 16 лет мы и шли. Вот, отношения наши к этому пришли, и поэтому, как бы, я, честно говоря, не думала о том, как я буду жить после развода. Можете представить, ни работы, ни опыта никакого работы, ни бизнеса своего, ничего. Я полностью жила на обеспечении моего мужа. Все деньги, которые мой муж зарабатывал, у меня были на счету, это ничего не значит абсолютно, что я там прямо их там фрынкала-транжирила, нет, это мы все обоюдно решали. Ну, было, конечно, если я там что-то потрачу для него, показалось лишнее, то были просто разговоры какие-то такие. И то лишнее это было, например, там, вот мне захотелось поменять холодильник, там, поменять, установить там кондиционер. Он посчитал нужным, что это не обязательно в этом году, в этом летом. Вот, занавески захотелось мне поменять. Он не понимал, почему я покупаю более дороже, чем можно, когда можно купить что-то дешевле. Когда я решила сумасшедший ремонт делать в квартире, перепланировать кухню, квартиру вообще всю, разбивать все стены, все делать, как мне удобно, а мой муж почему-то не видел в этом необходимости. Он говорит, мне как-то борщ от того, что будет кухня какая-то другая, вкуснее не будет. Но в любом случае было, как оно было, и наш брак как бы закончился, мы развелись без скандалов, без ничего. Ну и как я выживала? Естественно, я была очень счастливая, когда я получила документик о том, что мы разведены, квитанцию там ходила, получала. Я вот не помню, что там о том, что развод состоялся в суде, там и тому подобное. Я шла счастливая. Я сразу изменила фамилию, не потому, что там какое-то презрительное отношение у меня было к мужу, не, ни в коем случае. Вот просто я решила, что у меня будет новая жизнь, и поэтому у меня будет моя фамилия Девичья. Вот я буду продолжать, и как-то у меня в голове сложилось, что у меня даже жизнь попрет по-другому. Но когда я развелась, у меня начались проблемы, но другого характера. Я бы не сказала, что они были помельче или послабее, и не такие масштабные, когда мы были расписаны вместе, то есть жили с семьей. То есть там свои были проблемы, но когда я развелась, я думала, я от чего-то там освободилась, а на меня навалилось столько всяких дребедений. У нас была квартира, знаете, как трехкомнатная такая, огромная. Это квартира свекров была, наша квартира была, в которой жили свекры. Мы просто поменялись. Они говорят, зачем нам трехкомнатная квартира, если у вас двое деток, вы живите в нашей. А дайте нам крючевку двухкомнатную, которую мы с мужем купили. Мы поменялись. Документы никакие переписываться или перепрописываться я не стала, хотя они свекры как-то просили, давайте, чтобы хотя бы на нашу фамилию, туда на адрес приходила пенсия, и все. Но я не хотела этим всем заниматься. Я говорю, мама, делайте переадресацию, да и все. То есть у меня, честно говоря, я живу всегда с мыслью, никогда ни у кого ничего урвать. Я тогда просто не смогу. Я живу как-то по совести. Нет у меня этой хватки собачьей, рысячьей, такой, чтобы ухватить какой-то кусок такой, который мне абсолютно не принадлежит. И когда мы вот развелись, то мы с мужем поговорили, что давай тогда ты переезжай, а родители уже переедут в квартиру свою, все. Вот, мы переехали, как бы разъехались, он, конечно, мне на условиях предложил, мне там определенные условия, он говорит, я тебе там дам две зарплаты свои, вот, и ты или квартиру покупай еще одну, или ремонт делай там, в общем, такое. Вот, ну, вы сразу начинаете калькулировать, да, что за зарплата. Ну, мы жили в маленьком городе, так что квартиры у нас не стоили по 100 тысяч, вот. Вот, ну, и, короче говоря, и я, не получив этих денег, просто на словах, ну, дело в том, что, вы знаете, я знала мужа, и мы, у нас отношения, даже после развода были такие, были менее нормальные. Вот, ну, не всегда, чуть-чуть мы гыркались, там, гыркались, ну, в итоге у нас потихонечку мы опять сходили, смирились, и мы еще 10 лет, дело в том, что мы 10 лет после развода еще пытались жить вместе, вот, такие приходящие были, знаете, как друг другу, любовниками были. Вот, эти отношения тоже как-то нас немножечко давали нам или вселяли нам надежду, что мы будем опять жить вместе. Вот, и вот на этих условиях, ну, не то, чтобы он не сделал условия, согласилась, я бы и так согласилась абсолютно. И он мне говорит, просто у меня сейчас этих денег нет, давай я вот пойду когда в командировку и приеду через полгода, я тебе эти деньги отдам. Я говорю, окей, ты, типа, мне веришь, я, ну, я говорю так, обманешь, будет на твоей совести. Ну, я не могу от тебя что-то требовать, ну, никак, вот. Вот, я, получается, трекомнатной шикарной квартире переезжаю в хрущевку, в которой был сделан ремонт, мы с векром сделали ремонт, но они отказались от шикарного ремонта. Они нам сказали, нам обойчики беленькой красочкой покрасьте, освежите нам двери и все, больше ничего нам делать не надо. Нам на старости хватит, чистенько и уютненько. Ну, мы так и сделали. Ну, вот я в такую простецкую хрущевку с проходными комнатами вселилась, и, конечно, это все было грустно. Вот, грустно было, потому что ты привыкаешь к пространству, ты привыкаешь к деньгам, ты привыкаешь жить на хорошие деньги. Вот, но я, конечно, даже несмотря на это, я все равно была готова развестись, и, хотя мама мне, конечно, говорила, ты что, такая квартира, у тебя детей поднимать надо, у тебя сын сейчас только будет поступать. У меня как раз заканчивал 10 класс или 11, ну, последний, выпускной. Вот, у тебя и дочке мне было 9 лет, и что? Я говорю, мам, я чувствую, что если я останусь жить, я сойду с ума, просто мозгами поеду. Ну, вот, это другая история, там, о ней рассказывать. А я хочу одна. Я чувствую, что мне будет комфортно одной, все, по-другому я не хочу. Но к разводу тоже мы пришли, я пришла, в частности, очень непросто. Вот, ну и как мой муженек первый. Вот, ну, он бы, может быть, и не разводился даже, ну, это я уже так. Он, знаете, как иногда бывает, вот я все-таки хочу вернуться. Когда ты иногда вот стучишься, стучишься, хочешь с человеком поговорить, а он закрыт, он не готов. Вот, а у тебя уже все, если пальцы стучать болят. А потом он раз, созревает, ну, хочется, ну, разговаривает. А у меня уже все. Я уже, понимаете, я уже эту страницу перевернула. И я уже даже при большом желании, я не могла его ни слушать, ни думать о том, что, как оно бы изменить все. Потому что, когда в течение, там, месяца пытаешься достучаться до человека, не получается. А потом как-то он созревает, пытается, а потом он созревает и начинает с тобой, как бы, вести диалог. И хотел продолжить то, что ты начинала месяц назад. Боже мой, у тебя готовности уже нет. Я уже, у меня решение было, что я уже все, я не хочу жить вместе. Вот. И все, вот как-то вот оно так. Ну, давайте вернемся к постразводному периоду. Приехала я вот в свою квартиру, переехала. Вы знаете, я прихожу, села на балкон, чувствую, ну, такое охренительно отвратительное состояние. Я говорю сама себе, вот, ты хотела развестись, ты думала, что тебе будет как-то офигительно классно. А что ты имеешь? Квартиру, в которой ты одна. Ну, дети там, наверное, ясно. И вот сидишь ты сейчас на балконе одна. Тебе даже крикнуть на кого-то или повозмущаться, или что-то там попросить. Некого. Ты одна. Естественно, мне все говорили, и мамы, и тети, там все, как мы, знаете, как бабские, бабские такие собрания у нас были, посидушки. И говорили, ой, там у всех в хате по лопате, что ты думаешь у каждого в семье, там, ты-ты-ты. Вы понимаете, мне никогда не волновала какая-то другая семья. Меня волновала моя семья, и я, мое состояние моральное в этой семье, насколько я могу здорово себя ощущать и чувствовать, полноценно, как человек. И тут деньги, понимаете, у меня показатель, сначала как-то вроде денег, и деньги были как-то, и детки росли, отдыхали, все-все-все. Как-то в один момент, как-то что-то у меня в голове как-то так перевернулось, и я поняла, что то, что я сейчас имею, и мне абсолютно это недорого, ни деньги, ничего. Что мне нужно было как-то реабилитироваться от семьи. Ну вот как-то так сложилось, вот как-то так получилось. Я никого не могу обвинить, это ни себя, ни мужа. Я понимаю, что абсолютно непонятно, о чем я говорю, но, вы знаете, я сейчас вам скажу, что каждый развод, любой развод, это состояние психологическое, и все проходят это через себя, пропускают, и это то, что в тебе внутри. Вот, и у меня вот это состояние, которое было у меня невидовленностью с семейной жизнью, которая у меня уже была, потому что у нас остались как-то дети и деньги, понимаете, все, как таковой семьи нет. Вот, и мне некомфортно как-то стало, и не потому, что я какую-то другую семью хотела, я не знаю, я хотела вообще почему-то отдельно жить, вообще просто отдельно, чтобы вообще же не присутствовал никакой мужчина. И, вы знаете, я к этому долго шла, к этому состоянию, потому что потом мы с мужем опять друг к другу возвращались, и опять у нас что-то там не ладилось, потом опять мы возвращались, мы же думали, что у нас как-то расстояние изменит, мы возвращались как-то вроде бы на других эмоциях, а потом когда начинали опять дольше и дольше общаться, но опять в ту же рутину и в те же, как говорится, состояние нас и вводило семейное, от которых мы как бы и ушли. Или я в частности, да, первая как бы вышла из вот такого состояния семейной жизни, психологического, потому что семья — это не только когда дети бегут, ты варишь борщ, вы утром просыпаетесь, доброе утро и вечером ложитесь спокойно ночью, это определённое состояние твоё, внутреннее. А оно у меня было полностью разбито, и это не потому, что я там кого-то люблю или не любила, или я там ещё что-то, остыла любовь, это нет, это абсолютно что-то другое, что могу понять я и, наверное, мой духовный учитель, с которыми я вот 11 лет занимаюсь, он меня выводил вот с этого всего, и, вы знаете, я очень правильно сделала, что я развелась, и всегда всё, что я не делаю, я никогда не жалею, и все шаги, которые я делаю, как я всегда говорю, у меня есть чумка, что нужно что-то начать, или есть чумка, нужно что-то прекратить. Я это всегда делаю, и это всегда идёт мне во благо, потому что любой дискомфорт, я сразу этот дискомфорт оставляю, или человека, или ситуацию, или обстановку какую-то, это я сразу же, мне что-то не нравится, всё, я иду сразу к комфорту. И вы знаете, вот это меня, наверное, и не убивает по жизни до сих пор, как бы я относительно в определённых таких энергетической силой, чтобы перейти вперёд. Но после развода вот я про тот балкончик вернусь, где я сидела, я поняла, что, боже мой, вот это всё, что я хотела, вот это вот, вот это вот то счастье, которое я себе рисовала, что я разведусь, вот это вот оно будет. И мне до такой степени хреново стало, мне до такой степени тяжело стало, мне до такой степени хотелось к мужу, мне хотелось семью, мне хотелось опять туда, в ту квартиру, откуда я переехала, опять этих отношений, я буду готова, пусть я буду там, ну поругаемся мы, ну не поразговариваем несколько дней, ну я хочу туда. Вы знаете, это дело называется, это как привычка, да, это как я в Америку приехала, и я хочу караул в Украину, к себе, в ту нищету, в ту бедноту, в которой находится страна, да, вот как бы я нормально там выгребала, но это было очень всё жутко, вот. И тут то же самое, вроде бы как деньги, квартира, машина, там дети вроде как здоровые учатся в хороших школах, в платных, всё, но всё, вот когда ты там, оно всё, как-то так оно не приносит, от тебя каких-то таких вот ощущений, какой-то полноценности, удовлетворённости жизни, и я поняла, что деньги никогда тебе не сделают счастливой. Если деньги кого-то делают счастливой, то, ну это не про меня, вот. Я понимаю, люди разные, поэтому кто-то всю жизнь, имея деньги, это его счастье. Для меня счастье больше то, которое у меня внутри. Я всегда говорю, у меня внутри есть дом, есть дом, где я живу, моё тело где живёт, да, вот, это страна, это там, пусть уже будет так дальше, квартира, район, да, улица. Есть дом мой внутри, и если мне некомфортно в моём духовном доме, то никогда не будет комфортно мне, моему телу, куда бы я его не поместила. Вот тогда, наверное, я вот с того момента я начала думать как-то о каких-то таких внутренних масштабных, таких важных, очень значимых вещей для себя самой, и потом я поняла, что это вообще очень важно, вот. И поэтому, вы знаете, чтобы добиться этого комфорта, такого душевного комфорта, да, когда ты перемещаешь своё тело, была замужем, переместила своё тело в развод. В разводе другая квартира, не так удобно, надо зарабатывать деньги, уже не такими деньгами ты располагаешь, которые у тебя были, когда ты была замужем. И можете представить, я 15 лет не работала, естественно, с определённой короной на голове, деньги, такси, никаких маршруток, и ты вообще в другом мире живёшь. И тут я маршрутки, центр занятости, потому что нужно было бы как-то хотя бы какие-то пособия получать, это мне всё подсказывали, потому что я далека была от этого. Потом устроиться на работу, пришлось себя ломать очень сильно, мне было стыдно сидеть в этом центре занятости, сидишь, думаешь, господи, среди вот этих несчастных, бедных людей сидишь с девочкой, говорю, как есть. У меня вот так вот было, и вы знаете, очень хорошо, когда тебе жизнь вот так очень, будем так говорить, хорошенечко прессует и с небес на землю, так, чтобы башка разбилась, но при этом остаться живой. Вот у меня так и было. Я очень довольна, что со мной жизнь так поступила, потому что, ну, это был мой выбор, да, я сама выбрала, то, не зная, на что я вообще на самом-то деле иду. Вот. И поэтому, получается, что я прошла школу жизни, где я жила до, ну, в начале нашей жизни, когда мы расписались, когда мы только, вот только расписались, тоже были, так, знаете, с нуля начинали студенты, борщик делили на пять дней, воды доливая туда, без денег он учился, и я училась. Потом с работы наладилось, и как-то получше, получше, получше. Потом квартиру купили, машину купили, гараж в хорошем районе купили, детей устроили, школы платные, все как-то так, все классно уже, знаете, все было, и все, наверное, все замыливалось тем, что все-таки дети росли, и у меня все внимание было на детях. Потом чуть-чуть как-то они подросли, или я как-то выросла, и духовно я чувствовала, что мне надо что-то другое. Не знаю, я буду об этом думать. Вот. Но я скажу, что с мужем я в хороших отношениях, сейчас мы очень неплохо с ним общаемся. Ну, давайте вернемся в центр занятости, да, где у меня хорошо жизнь потрепала в плане того, что, дорогая, что есть другая жизнь, не только с деньгами, а вот без денег, пожалуйста, ты хотела себе духовного и душевного комфорта, а теперь начинай, пожалуйста, с нуля. Я почему говорю, что я в своей жизни очень много с нуля начинала, и не в плане финансовом с нуля, а в плане того, что ты вообще все теряешь, как бы, да, вот вообще все. Была семья, дом, может быть, какие-то планы, там еще что-то. Вот. Я выбираю с нуля начинать жить заново, самой зарабатывать деньги и обесточиваю себя и понимать эту жизнь заново, потому что я почему-то поняла, что я как-то неправильно живу, что я хочу как-то развиваться, я хочу как-то идти вперед, я чего-то хочу добиваться. Моего мужа все устраивало, и я понимала, что мы начинаем видеть жизнь по-другому, мы начинаем видеть настоящее время по-другому, и я сама себя вижу по-другому, а он меня видит вот той, которой я была еще там 16 лет назад, когда я была студенткой. Наверное, вот это вот все, ну, типа, что надо? Деньги есть, что тебе еще надо? А мне, оказывается, чего-то надо было, чего-то такого большего. Деньги – это бумаги, а мне нужно было наполнение какое-то, наверное. Я не знаю, как это словами объяснить, это только состояние такое. Вот, состояние моё изменилось. Вот, и потом я пошла на работу через вот эти все такие ломки, конечно, можете представить, вот эти девочки наши, подружки, да, которые вот при мужьях так и остались, все нормально, все у них, вот, я развелась, и я как бы это не скрывала, я к этому относилась, как бы это мой выбор был. И все, естественно, мне все говорили, боже мой, ты что, вы такая была семья хорошая. Да, для всех это был вообще шок. Вот, но я не могу всем открыться и рассказать в моих состояниях таких вот внутренних, поэтому это все, это все относительно. Вот, и потом, короче говоря, что получается. Да, пошла я на работу, мне надо было, мне надо было как-то приспосабливаться жить. Вы можете представить, боже мой, вы можете представить, я даже не могла дать сдачи. Я пошла на работу, мне дают, например, там, ну, к примеру, давайте так, в долларах будет понятнее. Дают 100 долларов, да, а там товар стоит там 46.70, и мне нужно было дать сдачи, я не понимала, как мне давать сдачи. Вот можете представить, как я жила. То есть я привыкла всегда, я плачу, мне какие-то там сдачи дают, я никогда эти деньги не считала. Вот, 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 вообще выпало, выпало из жизни обычного человека. Почему вот я сейчас наслаждаюсь здесь в Америке тем, что я чего-то добиваюсь сама, потому что я настолько в 16 лет жила, просто деньги у меня на счет падали, 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 падали. И я себе просто их тратила. А попробовать заработать, у меня мыслей как-то и не было, и не хотела, и зачем мы в достатке себя жили. А когда ситуация заставила зарабатывать, и когда ситуация заставила мне эти деньги считать, как вы, вы даже не можете представить, как мне это начало нравиться. Боже мой, мне начало нравиться зарабатывать деньги, мне начало нравиться экономить деньги, считать, на это надо, на это надо. Ой, на это не хватает, надо немножко сэкономить, иначе я начала играть в эту игру. мне начало это нравиться, мне начало нравиться, что мне нужно деньги на то, на то, на то, а надо здесь немножечко, наверное, придержаться, не купить, а то я позволю купить, а то и куплю на следующий месяц, но я не буду врать, скажу вам сразу, что мой муж мне очень здорово помогал, он платил за школу, он платил сыну за институт, он учился тогда в Киеве, он мне давал деньги на дочку, давал достаточно, ну, как бы, я так думаю, для женщины, которая развелась, он давал достаточно много, вот, но для женщины, которая жила с ним и привыкла к деньгам, которые мне были предоставлены, когда мы были расписаны, это было абсолютно недостаточно, мне пришлось привыкать, жить и считать деньги, это пришло не сразу, я, знаете, что делала, я записывала всё, столько-то денег, вот на неделю столько-то потратить, потому что у меня даже шкала отсутствовала, понимаете, тратить деньги, вот вы понимаете, вот теперь вы можете представить людей, я, конечно, не сильно там прямо шикарно жила, но те люди, которые живут вообще очень богато, очень-очень, вы представляете, как их с того мира, вот сюда вот к нам вниз опустить, они не выживут, понимаете, они сдохнут с голоду, и вот у меня я научила, я училась жить без денег, я училась жить, зарабатывать деньги, я училась жить, чтобы эти деньги, которые я зарабатывала, не хватало, при том, что у меня муж ещё помогал, вы представляете, я понимаю, как женщинам тяжело, когда им муж вообще не помогает, и насколько нужно быть сильной, выгребать, когда они остаются вообще на улице, или благо, что есть возможность поехать к маме с папой жить, вот, а у меня была квартира, вы понимаете, я ещё в квартиру переехала, но она просто была не такая шикарная, не такая просторная, ну, я скажу, у меня ещё не самый худший вариант был, и при том, что мне пришлось поколбаситься, потом, естественно, я очень много ревела, я сразу скажу, я, скажу честно, я успокоительные таблетки пила, я к психологу ходила, и потом же я гуру себе нашла, всё было очень тяжело, я искала себя, я не могла понять, вот такое у меня было состояние, я думала, что я разведусь, меня попрёт, как бы мне станет легче, я развелась, а мне стало ещё хуже, и я понимаю, что то, что творится со мной, как бы, ну, то, что меня окружает, и то, как я живу, оно абсолютно не стыкуется с тем, как я себя ощущаю внутри, вот, и поэтому, вот, и оно не, то, что меня окружает, оно абсолютно как-то не гармонирует с тем, как я себя внутри ощущаю, у меня был полный хаос, и я не понимала вообще, как, что делать, правильно ли я сделала, что я развелась, или правильно ли я, что делаю, что сейчас живу одна, надо ли мне сходиться, сводиться, я думала, может быть, найти другого человека с ним жить, а может быть, мне ещё ребёнка одного родить, понимаете, я вообще не понимала, что мне надо делать вообще, я думаю, боже мой, что же я на вид натворила, а потом, когда, вы знаете, я начала работать со своим психологом, и, ну, не психолог, когда я начала работать со своим гуру, у меня мой друг, я моему другу объяснила свою ситуацию, вот, и он как мужчина, я именно как мужчине ему объясни, как, что, вот, он говорит, ничего, это всё, это такой переходный период, вот, вот ты дожила до какого-то пика, как, где, где вот тебе вот ситуация сказала всё, и вот сейчас нужно начать заново, а ты привыкла жить по-старому, по-старому не можешь, по-новому не знаешь, всё, вот этот переходный период, момент, надо его пережить, ну, давай я тебе дам, типа, у меня есть мой учитель, гуру, я тебе его дам, если он тебе подойдёт, потому что я начала книги там читать, я Синельникова читала, полюби свою болезнь, там у него было, потому что мне очень психологически было тяжело, у меня такие волнения были, и я, да, я пила успокоительные таблетки, я потом боялась, чтобы я на них не присела, ну, вот, я не пила, я не какие-то, ничего не нюхала, там, я не по этим делам вообще, но успокоительные такие, чтобы заснуть, и чтобы как-то вот более-менее себя собрать в кучу, и да, у меня было, вот, и потом я начала ходить к этому гуру, попробовала, я понимаю, что это тот человек, которому я могу сказать вообще, знаете, как мы его называем, ну, не тазик ты наш дорогой, мы сливаем ему всё, вот его ученики, я пришла, всё, что у меня накипело, всё, что у меня было, всё-всё, и я ему всё это слила, и мне немножко стало полегче, вот я с ним занимаюсь уже около 10 лет, и что я вам скажу, мусора в голове было столько, я понимала, что я бы и не смогла дальше жить, если бы какой-то жизнью, или как-то себя комфортно чувствовать, потому что очень много каких-то неправильных состыковок было у меня, моего состояния внутреннего с тем, как я вообще жила, вот, и вот мы с ним уже 10 лет учимся складывать пазлы, выживала я психологически, вот я вам и говорю, что психологически это было очень тяжело после развода, но, девочки, я вам говорю самое главное, кто, чем спасается, кто спасается подружками, кто спасается психологами, таблетками, водкой, спиртными я имею в виду, там, наркотиками, я не знаю, кто, чем спасается. У меня было спасение в итоге, это гуру, мой духовный учитель, вот самое основное, что я вам могу сказать, что кто-то выгребает самостоятельно, у меня это глубже было, я хотела разобраться вообще в таких вещах более высших, да, мне очень было важно моё состояние души и тела, и я немножко ударилась в психологию, в философию, в духовные какие-то практики, и это меня выгребло, и я стала трезво мыслить, трезво жить, у меня зрение улучшилось, я начала лучше видеть этот мир и то, что меня окружает. Поэтому, девчоночки, самое главное, побольше терпения надо, наверное, и не живите в некомфорте, обязательно делайте так, чтобы у вас как-то была гармония того, что вы хотите с тем, что вы чувствуете. Вот, наверное, на такой нотке я закончу эту тему, если что-то я зацепила, но какую-то тему зацепила, но её я не развила нормально, или я не полностью осветила эту тему, задавайте мне вопросы, и я сделаю ещё одну тему. Пока-пока, всех люблю, девчоночки, держитесь, я знаю, нам, женщинам приходится очень тяжело, но самое главное, не падать духом и знать, что то, что нас не убивает, нас делает сильней. Пусть даже это будет избитая фраза. Пока-пока.